Ну что ж, всем привет, с вами DeathDevil и сегодня я опять буду рассказывать про эмуляторы Midnaffin. В прошлом видосе я вам рассказывал как настроить эмуляторы Midnaffin, а также работу с играми от PS1 и как играть по NetPlay. А сегодня я буду вам рассказывать более подробно об этом эмуляторе, собственно говоря, что из себя представляет, что он может делать и т.д. и т.п. Эмулятор Midnaffin представляет из себя такой мультикомбайн. Ссылка на эмулятор будет в описании. Мы его скачали, распаковали все и запустили вот такую оболочку Midnaffin. То есть, этот эмулятор вообще рассчитан под операционной системой Linux. Но его потом, затем, закомпинировали, так сказать, под Windows. Создали такую вот оболочку GUI, собственно говоря, при помощи которого он запускает именно эту самую оболочку. Видно, вот вы его запустили, и вот у вас появилась оболочка. При первой же скачке у вас все пусто. То есть, прям как свеженькой версии, считай. Что мы можем тут сделать? Мы можем зайти в Google Settings. И вот появились такие вкладочки. Видео, аудио и т.д. Но первое, что можно обратить внимание, так это видео. У меня, например, стоит две последние халки. Enable Frame Skip и Enable Time Synchronization for Frame Building. Блитинг? Да. Видеодрайвер SDL я поставил для того, чтобы я мог захватывать через... С... С... Триммерскую программу XSplit или OBS. Если через OpenGL, то он будет срабатывать как захват игрового процесса. А оверлей только он вообще выдает такие цвета, как будто вы находитесь под LSD. Своими глазами вы видите. Ну и, собственно, видео-динтерлейсер. Вив стоит. Как бы стандартный, дефолтный. Стоит. И прочее. Не знаю, что под другими, но не тестил. Лучше оставьте все как есть. Или как вот у меня сделаете. Дальше. Вкладка Audio. Ну тут, конечно, поставить галку Enable Sounds. Да, как же вы будете не слышать такие офигенные музоны, как Battle Toots, Contra, Megaman и еще что-то. Sound Driver. Ну тут стоит дефолтный. Поскольку ничего не менял вообще, да и практически ничего не менял. Разве что можно ползунок громкости изменять. По дефолту она стоит на 100. Но если у вас Windows 7, то можно с помощью микшера убавить их громкость. И увеличить так же. Ну тут стоит, какое тут? 44 и 100 килогерц. Точнее не килогерц, а герц звука. 64 стоит и 0. И более ничего не важно. Ну тут я не знаю, что сказать особо. Но тут стоит две галки. У меня кэш. Enter CD Managing Memory и вот это последнее еще. Ну можно, кстати, включить Enable Cheats. Но кто же будет играть с читами, я не знаю. Вторая галка, точнее второй пункт, это автоматическая загрузка и сохранение в игре. То есть, наверное, после того, как вы сохранили эмуляторный сейв, закрыли эмулятор, там, сегодня хватит, завтра решили еще поиграть, у вас, наверное, будет срабатывать автоматическая загрузка файла. И прочее. Input. Ну тут я даже не знаю, что рассказать особо. Но это как бы джойстик. Разве что можно поставить Auto Fire Frequency 3, то есть количество нажатий турбокнотки в секунду. И больше ничего так особого. Netplay, да. Самое главное преимущество этого эмулятора это Netplay. Собственно, этот эмулятор, короче, еще хорош тем, что вы можете играть без рассинхрона и десинхрона. То есть, вы играете вдвоем, а один игрок, там, я не знаю, вышел из игры, у него интернет отрубился. Если, например, играете через Netplay, у вас игра сразу как бы закрывается автоматом из одного человека. А вот тут, он просто выйдет из игры как бы, но игра не сбросится. Можно поставить на паузу, подождать человека, пока человек зайдет в игру и опа, он уже, он уже все, обратно в игру вернулся. Даже не сбросился прогресс игры, там, дошли до второго уровня, все, вы думаете, типа, заново будем начинать, нифига. У вас, типа, сохраняется сам процесс игры во время надплея и можно продолжить играть. Это, да, самый главный плюс этого эмулятора. Но, самый главный минус, это малая поддержка серверов. На данный момент их шесть. Они будут, точнее, список серверов будут находиться вот в таком блокноте серверс. Их всего шесть, да. Четыре русские и два европейских. Прошу прощения. Дальше переходим. State Reventing. Ну, тут я не знаю, что можно. А, ну тут, короче, насколько я понял, это перемотка назад. То есть, шестьсот, это шестьсот кадров стоит. Но можно поставить четыре девятки. Вот, и... Через десять тысяч кадров назад вы можете переместиться. Там, например, умерли в каком-то... В каком-то уровне, вы решили назад перемотать, чтобы исправить такую ситуацию. Но, блин... Это я вам все потом расскажу. Так. Slow Forwarding. Ну, тут... Ничего тут не ставил, как и Fast Forwarding, да. OSD, я даже не знаю, что это такое вообще. И... Path. Вот это самый главный, так скажем, аспект эмулятора. Вам нужно всего лишь указать директории к папкам. Читс, firmware, то есть bios, movies, custom pellets, save state. Точнее, ну да. Типа, да вот save state, и вот save games. В память. И snap shows. Да, тут тоже поддерживает... Скриншоты. А чтобы настроить, нажимаем кнопочку Open. Вот, открылась у вас фолдер. Все такое. Ищем. Название папки. Вот, например, у меня... На диске C находится... Users... User... Desktop, то есть рабочий стол. Ищем название Bidnav2. Папка... Cheats. Вот нашли... Точнее, открыли, нажимаем Open, и все. И вот оно уже есть. Но можно вручную просто? Не, вручную нельзя. Все это назначает только через указание директории. Ну да ладно. Так. Ну, теперь перейдем во вкладке Systems теперь. Да. И слева находится список поддерживаемых платформ. Их всего... Давай, 4, 6, 8, 10, 12, 14 платформ. Да. Среди топовых это... Nintendo. То есть NES, Famicom. Sega Genesis. Sony Playstation. Super Nintendo. Ну, можно еще отнести как... Game Boy. Вот. Давайте, к примеру, настроим... Nintendo. Нажимаю кнопочку... Точнее, выбираем Nintendo, и появляются настроечки. Что тут у нас есть? Есть эмуляция. Включить эмуляция PAL-режима. То есть, если мы поставим галочку PAL, то срабатывает эмуляция как бы европейских версий. То есть, 50 Гц будет как... Второе... Scan file name for UGA. И отключить PAL-эмуляция. Да. Ну, тут стоит... Дальше. 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 Disable for Skull Emulation. Ну, это у нас поддержка типа мульти-тапа. И галка... И галка... Enable Game Genie Emulation. Тут, по сути дела, включается... Game Genie. Сначала ввести, а потом... А потом уже играть с читом. Ну, тут насчет видео, не знаю даже, что сказать. Тут ничего не стоит у меня. Sound. То же самое. Ну, и прочее. На BIOS у меня тут нету такого в Game Genie, чтобы он сработал еще. Но это надо на BIOS найти. Дальше. Вкладка... Вкладка Filters. Тут у меня стоит... Биллинейка на 1. То есть, это включение. И, собственно, аспект. Fill Screen. Дальше. Resolution. Ну, тут... Что можно сказать. Это типа... Окошко самой игры. У меня... Под фото для NES стоит... 3х3 окно, чтобы... Во весь экран не был он таким. И... У меня, тем более, формат монитора 16х9. А... Играть в NES в формате 16х9 для меня это очень неудобно. Поэтому я играю... В... В формате 4х3. Это как бы для меня привычно. И, собственно, я поставил 3х3. Ну, и вкладка NTSC... Ну, ничего такого. Не ставил я... При этом ничего не делал. Так. В общем, мы как бы все настроили, да. Все заветовали. А теперь надо... Добавить игры. Чтобы добавить список игр... Я сделал для себя вот... Такую... Папку. Вд находится. В котором я записал... Точнее, туда закинул все игры, которые поддерживают этот эмулятор. К сожалению, он не поддерживает... Аркадные... Это самое... Аркадные платформы. Ну, то есть... Мэйм там, например, и прочее. Тут он не поддерживает. И сходите, как бы тоже без диссинков и рассинхронов, играйте в такой эмулятор, как Mamehub. Ну, я не знаю. Может, в скором времени запилит эту функцию, хотя она вряд ли. Вот. Идите бы, у меня все игры записаны. NES формат. SNES. Sega. Включаю FDS. То есть, Famicom Disk System, между прочим. Да. Есть такая фигня. И... Вроде как еще... PC Engine тоже. Вот. А теперь ищем папку с игрой. Нажимаем Add Folder. Ищем, где находится у нас папка с играми. D. One Games. То есть, вот, типа, открыли, нажимаем Open. И все. И вот открылось. Открылся список игр. У меня пока на данный момент 447. Да. Тут можно играть по сети и Mortal Kombat, например. И там... Что нужно еще? Сайдпокет, например. Хороший бильярд. Советую поиграть. Супер Бомбермана можно в 4-ом играть. Есть версия на PC Engine, где поддерживает 5 человек. Вот. Ну и пока настроили NES. Мы настроили NES. Давайте-ка мы протестируем, короче, игру, например... Ну... Шикарнейшая игра Battle Toads. Нажимаем двойным щелчком, чтобы запустить. Если у вас никаких ошибок не сработает, то у вас запустится окошко с эмулятором. Вот как раз я вам говорю... Размеры окна я поставил 3х3. Видите, у меня формат 4х3 уже есть сделано. Вот, запустилась игра. У вас ничего не настроено. Вы не можете... Как бы начать играть. Чтобы... Чтобы начать играть, вам в первую очередь настроить управление. Для этого нажимаем мы... Такую комбинацию клавиш, как Alt-Shift-1. Появляется вот такое вот... Маленькое окошко с надписью GamePad 1. И начинаем настраивать. Нажимаем каждую клавишу по 2 раза. Чтобы как бы оно сработало. Select, Select, Start, Start, BB. Вот Rapid Soul, это означает типа турбокнопка. Вот для Nessa, как бы турбокнопка для меня важна. Всё, мы настроили... Запускаем игру. Сработало на двоих. Сработало на двоих. Давайте-ка я настрою второй геймпад на клавиатуру, чтобы не мешать. Альт-Shift-1, то есть или 2, или 3, или 4, это в настройке управления. Ну вот, всё, запустил игру на одного. Ну, то есть всё, мы начинаем уже играть. Всё управление работает. В принципе, всё замечательно. И, в принципе, турбокнопки тоже пашут нормально. Да, вот видите, зажёл турбокнопку, персонаж у меня уже прыгает автоматом. И фигарит палкой. Вот. Дальше. Что можно сделать? Вы можете сбросить игру, да. При помощи клавиши F10 и F11. F10 это у нас софтовый сброс. Получается. Софт-ресет. То есть, на приставке это как кнопка reset. F11 это hard reset. Это когда вы щелчком выключили приставку и включили снова. Это hard reset. Дальше. F5 это у нас эмуляторное сохранение. При помощи цифровых клавиш от 1 до 0 вы можете загрузить состояние сохраненной игры. Вот, например, я сохраню на 0, на свод под номер 0. Нажимаю F7, чтобы загрузить. Всё, save state загружено. А какой огромный плюс ещё? Когда вы играете по NetPlay, вы можете загрузить save state. То есть, эмуляторное сохранение. И также вы можете загрузить. То есть, вы можете продолжить игру и при этом загружать последний сохранённый save state. Можно так сказать. Так. Вот, я просто закрыл эмулятор. Теперь самый главный аспект. Это NetPlay. А, кстати, я ещё вам не рассказал насчёт, как работает FDS. Вот в папке с Midnaf'ом, фирмвэйр. Тут же есть как бы BIOS это самого, FDS. То есть, он запускает BIOS и прочее. А, ну вот, собственно. Он называется Disk System. Да, вкладки с фирмвэйром это запуск, скажем, игры для Famicom Disk System. Вот, например, давайте-ка мы запустим FDS-игру, более такую известную. Если я его сейчас найду ещё какую-нибудь нормальную. Вот, Donkey Kong, например. Всё, запускается. FDS. Также можно по NetPlay играть. А, тут... Тут нет такой фигни, как выбор диска. Ага, Green Beret. Вот. Green Beret от Konami, например. Это японская версия игры Russian Attack. Если кто знает. Ну, а на картридже... На каком-то многоигровке, когда Супонев показывал многоигровку 8 в одном, и там была Green Beret. Это был FDS Conversion. Так на картридже не сделаешь. И вот нам показывает... Пожалуйста, ставьте диск B. Мы нажимаем... Мы же... Ну, это... Пфу! Сорян. Нажимаем сначала... F8, чтобы диск вытащить. То есть, вытащили. Нажимаем F6. Мы выбрали... Сторону B. Нажимаем F8, чтобы вставить. Происходит загрузка. Сначала F8, F6, F8. И если вам говорят ставить диск A, Делаем такую же... Схему. То сейчас тут, наверное, скажешь нам ставить диск A. Точнее, сторону A поставить. Дискету. Видите, происходит загрузка дискет. А, не. Срабатывала игра. Ну, в принципе, смысл понятен, да? Как... Переворачивай диск. Сначала нажимаем F8, потом F6, затем F8. И работает. Так, ну вот теперь насчет NetPlay. Собственно. Мне нужен второй эмулятор для запуска. Хотя, стоп. Раз. И два. Есть. Вот давайте, например, у Battle.plots. Сделаем. Запустим. Можно даже какой-нибудь Battle.city запустить. Кстати говоря. Например, китайский. Вот этот. Все, один запустили. Сейчас и второй запустим. Все, запустили. Два эмулятора. Ну, то есть, считай, как два компа, два игрока. Прошу прощения. Прошу прощения. Чтобы зайти в NetPlay, на клавиатуре нажимаем английскую букву T. Появляется вот такой вот, скажем так, типа писать чатик, можно сказать. Да, кстати, тут поддерживают чат и русские буквы, и английские буквы. Это тоже хороший плюс. Для того, чтобы зайти в NetPlay, вы должны прописать слэш-сервер. Слэш-сервер. И вы зайдете в тот сервер, на котором вы указали в оболочке эмулятора во вкладке NetPlay. Это эмураша. Но можно сделать так, чтобы и на другой сервер зайти. Просто надо нажать пробел и ввести другой сервер. Например, эмулент там. Зайдем в сервер. Я зашел как первый урок. Вот давайте продемонстрирую, как работает, типа, вход на другой сервер. Сервер. Там, например, gs.мулент.net. Видите, и тут первый урок зашел. Но к обоим мы к игре не присоединились нормально. То есть не законнектились. А чтобы выйти, нужно прописать слэш-квит. То есть выйти disconnected. А теперь заходим в слэш-сервер-пробел. Эму. russia.net. Russia.net. Оп. Все. У нас сработало. Управление настройте на первого игрока, когда вы заходите в игру. Потому что тут у меня сработает как два игрока. То есть... Видите, все тут работает. Все очень хорошо. Чтобы проверить пинг в игре, нужно нажать снова T. Прописываем слэш-пинг. И вот смотрим. Round type time. 83... 83 миллисекунды. Это, собственно, пинг. До сервера. Тут, в принципе, нету никаких рассинхронов, десинхронов там. И прочих... И прочих лагов. Лаг зависит только от вашего соединения к серверу. И все. То есть, у одного там, например, лагает, а у второго все нормально. Это... У него проблемы типа с интернетом там. То есть, это все зависит от коннекта к серверу. Ну, например, сейчас вот продемонстрирую. Вот поставим по дефолту все, как мы делали. Там вот. И прочее. Ну, нажимаем два игрока. У меня сейчас будет срабатывать... Как два игрока, то есть... Как два компьютера, считай. У меня поедут оба танка. Вот, смотрите. Бите. А если бы я не делал так, у меня бы... Я бы не делал такую фигню. Чтобы два танка ехало. Это потому, что я зашел, как... С одного компа, считай. И проще. Видите, оба... Оба танка стреляют моих. Оба ездят, и... Все нормально. Просто надо... С двух разных компов заходить на надплей. А тут просто я делаю, типа, пример. Как заходят с двух компов. Вот. Кстати говоря. Еще такой момент. Насчет вылета игры одного из игроков. И, собственно, загрузка... Короче, сохраненного процесса игры. Нажимаем, типа, F5. Все, мы как сохранили... Короче, главное меню. Нажимаем. Ту-плеерс, и начинаем, типа, играть. Вот. Начинаем играть, играть. И, типа, там, я не знаю. И, типа, один какой-то вылетел, чувак. Ну, допустим... Допустим, вот так вот пропишем, и все. Он вылетел. Типа, у него что-то с инетом произошло. У первого игрока сразу будет появляться сообщение, что какой-то... Какой-то игрок вышел из игры. И, типа, вы не заметили, продолжает играть. Все такое. Видите, смотрите, что у меня... У первого, короче, игрока, там, геймоур, а второй продолжает играть. Вот. Второй продолжает играть. И вы его хотите ждать. И, типа, у него заработал интернет. И он прописывает сошь-сервер. И оп! Все, он присоединился к той игре, на котором была создана игра. Вот так. Вот какое преимущество есть. То есть, вы можете продолжать дальше игру, не закрывая эмулятор, а просто подождав его, и вы продолжите играть. Насчет сейв-стейт. Я вот сделал... Эм... Сохранение, да? Типа... Эй, чувак, 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 мы же не тот уровень выбрали-то, ё-моё, чё же нам делать? Вы можете делать ресет, как хард-ресет и софт-ресет, и вы можете загрузить, как сейв-стейт. Сейв-стейт загружается от любого, короче, игрока. Второй игрок, например, не может делать сейв-стейт, поскольку он... Точнее, лоуд-стейт делать, потому что он не сохранял процессы. Ну, вот под ноль, видимо, это сделал первый игрок. Ну, давайте на первый попробуем сохраним. Под первый. Вот состояние 1 сохранено. А у него что? Ну да, видимо, у обоих срабатывает сейв-стейт, между прочим, чтобы не было никаких десинков. Вот на нулевое сохранение мы что делали? Мы делали сейв на главный меню. А, да. Ну, например, на первое сохранение сейчас сделаем. На первое F5. Переключаемся на нулевое, загружаем стоит. Допустим, вот. И, типа, вы должны выйти в главный меню, вы же сделали сейв-стейт, как бы. И у первого... И у второго тоже срабатывает сейв-стейт. Вот на первое переключение, нажимаем F7, срабатывает загрузка сейва у обоих игроков. Да. Это, в принципе, хорошая такая реализация при надплее. Вот. Что можно еще сказать по поводу надплея? Ну, как бы больше ничего. Мы только вот про надплея рассказали. Кстати говоря, насчет надплея. У вас должны быть одинаковые контролеры. Если у вас разные контролеры, то вы не можете присоединиться в игру. То есть, яркий пример. У первого игрока настроено управление, то есть, у него там стоит нормальный геймпад. Мне надо пуш выключить, между прочим, чтобы не срабатывал скриншот. Вот. Нажимаем Alt, точнее, не Alt Shift 1, а Ctrl Shift 1 для смены. Для смены. Я же нажал Quit, все, вышел. Ага, это бэкграунд включено, да? Да. Ну, тут можно бэкграунд отключить, там спрайты. Это при помощи Ctrl и цифры там. И все прочее. Так, вот, типа, запер, включен, то есть, пистолет. И давайте зайдем в NetPay с пистолетом. Сервер. И у вас будет написано Controller Type Mismatch for Controller 1. Game 1 U2. Pyr has Cosset Connection. То есть, у вас разный тип контролера, вы не можете войти игру запером, а у него же нормальный типа геймпад настроено. Его должно поменять. Нажимаем тот же Ctrl Shift 1 и ищем геймпад. Вот. Блин, перескочил. Вот геймпад. И вот снова входим на сервер и все, присоединились к игре. у вас как бы должно быть все одинаково настроено. Если у одного настроено запер, типа пистолет, и у второго запер, quit. тут тоже quit. Ну, давайте запер поставим и тут запер. Прописываем сервер. Зашли как первый игрок, тут сервер. прописываем. И все. И вот. Вы зашли. Вы зашли как зепперы и у вас да, срабатывают оба прицела. То есть. Но нафиг вам нужно, потому что нам нужен геймпад в первую же очередь. Я не знаю какие игры есть чтобы поддерживать там два прицела одно время, два пистолета. И мы ищем геймпад. Собственно. Все. Поставили геймпад. Сервер. Зашли как первый. Сервер. Зашли как второй. Кстати, может и третий присоединится в игру. Между прочим. Да. Тут поддерживают до восьми человек входа. И это не зависит от нагрузки игры. Это на сервер как бы влияет еще. где тут танк. Вот он. Тут тоже прописываем сервер. Ну и зашли как третий игрок. Он может переключиться в режим зрителя. Мы прописываем а не люркер. Кстати, насчет чата. Можно написать привет и у всех будет написано привет. Можно дропнуть как бы управление. При этом мы пишем слэш слэш дроп три. Да. И такой-то игрок короче сбросил контролер три и он теперь как бы зритель. А чтобы взять управление нужно прописать слэш тейк пробел и номер геймпада например три. И все. И типа игрок взял под управлением третьего игрока. Но он не может как бы играть третьим потому что это игра на двоих еще. Ладно закрываем. Да но тут поддерживает до четырех человек одновременно надплей. Яркий пример. Где же у меня тут игра такая есть? На NES? и при этом еще в четвером можно играть. Сейчас попробуем найти. А! Nightmare on Elm Street. Еще два эмулятора запускаем. Кошмары на улице Вязов. Но чтобы играть четвером мы нажимаем Alt точнее не Alt Ctrl Shift 5 и ищем название 4 Player Adapter. Это как раз и влияет игру на четверых. Слышь сервер. Должно быть все одинаково. Зашел как второй игрок. зашел как третий еще один остается. просто я демонстрирую как вход с четырех компов. Просто такая нагрузка идет. Все и вот мы вчетвером зашли. И у меня будет работать как четыре игрока управления. видите я управляю всеми четырьмя персонажами в игре. Да и при этом у всех работает как бы. Все одинаково работает и все прочее. все одинаково работает. В общем да на четырех тоже поддерживается как и Sega как и Super Nintendo как и Sony PlayStation в режиме мультитапа. Да и как еще FDS. Ну на FDS вряд ли там на четырех найти игры. Но все же. Ну в общем да я вам рассказал основной принцип настройки эмулятора настройки надплей настройки эмулятора и прочее прочее прочее. Надеюсь вам это понравилось ссылки ссылка на этот эмулятор будет в описании всем спасибо за внимание и до новых встреч